Здравствуйте! Здравствуйте! Какой прекрасный день! Прекрасный! Я говорю, что пунктуальность это очень хорошее качество. Мы вас ждем и здорово, что вы вовремя. Любовь, меня зовут Олеся. Приятно познакомиться лично. Заивно. Нас уже 360 человек в прямом эфире. Я думаю, что это только начало. Люди, вы приходите, присоединяйтесь, а мы с любовью начнем общаться. Скажите, вы уже за это время карантина выходили в эфир? Имеете опыт? Выходила, но крайне осторожно и без большого энтузиазма. А сейчас я настроена на хороший прямой эфир. Это прекрасно. Я знаю, что у вас вот только-только была фотосессия. Что это был за проект? Можно рассказать об этом? Это не фотосессия. Это у меня было интервью с Сергеем Майоровым. Где можно будет посмотреть? 17 числа НТВ. 17 мая, да? Канал НТВ. Интервью с Сергеем Майоровым. Прекрасный интервьюер. Я помню его по истории в деталях, да? Да. Очень интересная история. Не будем раскрывать тайны. Дождемся 17 мая. Расскажите, как вы проводите время? Это же такой насущный сейчас вопрос. Все спрашивают, ну как ты там? Не устал ли? Не устали ли вы? Во-первых, нет времени уставать, потому что у меня столько было запланировано всяких проектов, значит, запись песен новых. И слава Богу, нашлось время, потому что до карантина у нас не было дня свободного. И все песни, которые я хотела записать, я не могла это осуществить. А сегодня, ну, благодаря тому, что у меня есть много свободного времени, я его использую в сцене, записываю песни. Пару дней назад была в студии Брэндона Стоуна. Мы пробовали песню, которую мне подарил наш, мой любимый, дорогой Коля Басков. Подарил мне песню. Он сочинил для вас песню? Нет, нет, ее сочинил Олег Владимирович. Он мне сказал, если песня понравится, я тебе ее дарю. Но, соответственно, конечно, понравится, раз дарит. Нет, действительно, песня моя. И песня именно в тему, понимая, что в моей жизни происходило за последнее время. Песня называется «Предатель мой». Вот. Как вы отнеслись к такому предложению? Она откликнулась, да? Такой серьезный текст? Ну да, я его почувствовала и сказала, Коля, да, тема моя, я спою, спасибо за подарок. Класс. А на жаре, как вы думаете, сможете? Будете готовы уже ее представить? Я думаю, да. Дай Бог, чтобы мы уже знали, когда будет жара. Знаем, 24 октября. Я надеюсь, что 24 октября есть из дома Дюссельдорф. Я надеюсь, что ничто нам не помешает провести это мероприятие, и вы будете в здравии, в хорошем настроении. Любовь, мы тут с вами все... У меня всегда хорошее настроение, потому что я... Я всегда... У меня формула такая. Чтобы не случилось жизни, ты жив, ты здоров, ты ходишь по земле. У тебя есть желание танцевать, петь. Но этот момент для многих может быть тяжелый. Но я это принимаю настолько легко и верю в то, что это все закончится. Да и Бог, только чтобы не было конца света. А так все хорошо. Вы сейчас про карантин или про свои душевные переживания? Нет, конец света. Говорят, конец света. Да сколько его раз уже обещали, знаете, не будет. Да я все готовлюсь, собираюсь. Приглашаю друзей, устраиваю савантуй, а его так и нет. Все наши саванты, мы с вами общаемся, у нас уже 500 человек в прямом эфире. Все говорят, что вы классно выглядите. Принимайте комплименты. А вы видите сообщение, Люба? Вижу, вижу. Видит, да? Какая вы красивая, пишут. Ждем Германию, уважаем, любим. Ну, расскажите, вы же, я могу вас назвать ветераном фестиваля «Жара»? Вас связывают дружеские связи с Эмином, с продюсерским центром «Жара». Чем этот фестиваль отличается, может быть, от других для вас лично? Чувствуете ли вы какую-то разницу? Ну, во-первых, Эмин и команда очень открытые, широкие, добрые люди. Умеют настолько сделать праздник, чтобы ты не чувствовал себя, как на каком-то вынужденном, да, безысходном положении. Надо отработать, сниматься. Это нахождение на жаре – это какой-то праздник, да, где мы можем пообщаться с коллегами, друзьями. После выступления можно посидеть, значит, на банкете. И есть возможность эксперименты делать с песнями. Каждый раз что-то интересное, все не одно и то же. Каждый раз. И очень Эмин и их компания складывают в это большие силы деньги. И это ощутимо. Очень дорогой этот фестиваль. И с минуты, когда ты приземляешься в Баку, в аэропорту, ты чувствуешь, что тебя здесь ждут. Именно всегда устраивает праздник с танцами, с национальными, значит, костюмами. И сразу с первой минуты ты понимаешь, что ты попадаешь в такую сказку, да. В сказку, как, ну, восточный. Я даже не сомневаюсь, что в Дюссельдорфе будет не хуже, Любовь. Ну, Дюссельдорф, да. Мы уже там были, правда, на авторадио. Было неплохо. Надеюсь, что будет еще лучше. Я возвращаюсь на секунду, вернусь к тем комментариям. Я вот слушаю вас, читаю сообщение. Она сейчас, знаете, такая география слушает. И Харьков, и Киев, и Болгария, и Кыргызстан, и Киргизия, и Казахстан. Вас везде любят. Учислить эту поддержку? Спасибо большое. Я тоже вас не подведу. Ой, тут просят спеть. Ну, наверное, это не очень удобная просьба. Ну, сейчас не очень. Да, хорошо. Во-первых, не готова. Во-вторых, я только что давала интервью, немножко уже устала. Поэтому петь сейчас никак не думала. Хорошо. Даже не нужен инструмент для того, чтобы попеть. Кстати, я, кто-то из ваших поклонников написал, что с удовольствием бы посмотрел эфир, когда бы вы поиграли на инструменте. Как вам идея? Нет, можно, можно. Я тоже могу. Так. У меня вот таян есть. Я могу. Вот это вот что. Да, да. Вот это сюрприз. На нем давно не играла. Любовь. Мамочка-мамка, стыда, что дочь воровка настолько родной. Свою мальдиву, добрый пиво. Она воровка, воровка. Свою мальдиву, добрый пиво. Она воровка, воровка. Вот это, вот это эксклюзив, Любовь. Спасибо. Души. Называется не рояль в кустах, а боям по соседству. Да? Да, мы стоим, да. Так, тут многие наши подписчики, ваши поклонники спрашивали, как вы форуму поддерживаете. Это же такой вопрос насущный. Отказываете ли вы в каких-то продуктах себе? Или гуляет душа? Сколько этой жизни? Во время карантина я набрала 4 килограмма. Потому что, когда я работаю, у меня тур. До концерта я не могу есть. После концерта у меня уже нет сил. Никогда не хватает времени на поесть. А тут его сколько хочешь, поэтому я в холодильник заглядываю каждые полчаса. И встала на весы и обалдела. Но меня это не очень-то расстроило. Я знаю, что не очень легко его сбросить, этот вес. Самое главное, начинать работать. Когда в работе, у меня сразу все легко уходит. Как легко приходит, так легко и уходит. Потрясающий обмен веществ. А тут, кстати, пошли комплименты вашему номеру с баяном. Говорят, браво! Талантливый человек, талантливый во всем. Отказывай. Я когда-то училась в музыкальной школе по классу баяна. Поэтому, ну, уже, конечно, сто лет не играла. Но хочу заниматься, начинать для того, чтобы сыграть уже так, как я это делала, когда была маленькой девочкой. Немного надо поработать. Я читаю комплименты. Я читаю комплименты. Все говорят, мне бы так худеть. А еще говорят, отказались ли вы от сырника ваших фирменных? Видите, поклонники знают. Через день мы готовим. Потому что у меня в доме живет подруга. У меня домработница, я их кормлю, готовлю. Так что через день едим сырники. Делаем через день вафли кушаем. Я сама их готовлю. В вафельнице, да. Я видела в Инстаграме. А еще я видела у вас в Инстаграме. Любовь, хотите, отвечайте. Не хотите, не отвечайте. Что вы влюбились. Это так мило. Что это? Я думаю, что я очень уверена. Но такое чувство меня уже не покидает. Но если это будет любовь, об этом вы узнаете. Если это будет любовь. Пока об этом рано говорить. Но такое чувство есть, что да. Что я встретила мужчину. Мне кажется, что это мой человек. Пока только каждый. Мужчина не должен себя проявить. Или как вы? Как вы вот... Знаете, я в этом плане, девушка такая... Долго сомневаюсь. Вы как понимаете, что вот... У вас жизненный опыт такой? Нет. До какого-то времени я была легкомысленной. И влюблялась. Могла вот влюбиться в один момент. Потом поняла, что так нельзя. Сегодня, поэтому я не могу сказать точно. Потому что я уже осторожно отношусь к этой теме. Я не хочу разочаровываться. Я не хочу кого-то разочаровать. Я не хочу сделать ошибку. Это было хотя бы надолго. И чтобы этот человек меня не разочаровал. Спасибо большое за искренность. Это очень важно. И знаете, тут наши подписчики сейчас смотрят эфир. Нас уже больше 500 человек. Говорят, поговорите с нами. Можно вот мы сейчас делаем такой фрагмент? Вы будете отвечать не на мои вопросы, а на вопросы людей. Хорошо? Чтобы мы сделаем такой момент? Ребята, прямо сейчас пишите вопросы. И вот в режиме рулетки мы будем смотреть, и любовь будет отвечать. Так, пока мы видим комплименты. Вас обожают. Боже, за столько лет вы к этому обожанию людей привыкли вообще? Можно к этому привыкнуть? К этому можно привыкнуть. Мало того, что те, кто меня обожает, я их тоже очень истинно люблю. Очень. Я очень уважаю своих зрителей. Я никогда их не подведу. Я никогда не буду обманывать зрителя. Всегда буду петь только живьем. Если я почувствую, что я это не в состоянии сделать, что мне голос подводит или что, я никогда в жизни не выйду на сцену. Вы работаете вживую, и если вы чувствуете, что что-то не здоровится вам, да? Да, это край проходит только живой. Да нет, но дело в том, что я даже нездоровая пою. У меня есть ангел-хранитель, который мне дает силы. В тот момент, когда я чувствую, что вроде голос пропадает, или я хрип, или что. Я выхожу на сцену, и все просто испаряется. Я начинаю петь, как будто бы до этого я и не хрипела, и все было не так уж хорошо. То есть для меня нет преграды, когда я выхожу на сцену. Пусть это будет перелом ноги. Самое главное, чтобы голос не подвел. Слава Богу, не подводим. Мне кажется, что вот с каждым годом я все достигаю большего и большего, как певица, и начинаю умнеть, умнее становлюсь, опытнее, и чувствую, что я еще не все сделала в творчестве, что мне мало. Все, что я сделала до этого, это было ничего. Хочу только вот сейчас по-настоящему работать над собой и создавать такую музыку, которая будет на века. А что же произошло, Любовь? У меня? Ничего, просто, просто, наверное, человек или мудрее сгадает, да? Или, а если он примитивный, так чего там ждать? В общем-то, для меня самое главное, чтобы у меня постоянно не пропадал интерес к творчеству, каким-то новшеством делать что-то новое, что-то эксперименты разные, в этом, в общем-то, и счастье, что есть чем заняться, если мне это в кайф, если я получаю удовольствие, и понимаю, что я делаю правильные шаги, в общем-то, это и мое удовлетворение. Я еще не все спела. Кстати, по поводу, что еще не все спела, все тут прямо, вот я смотрю через один вопрос, когда же новые песни? Нет, я работаю на радио, мне кажется, что мы регулярно что-то новенькое от Любови Успенской слышим. Конечно. Люди почему-то как-то просят новое. У меня сейчас, вот только вот вышел дуэт, мы записали с певицей Нергис песню, которая называется Россия и Америка. Мы две перелетных птицы, мы же эмигрантки, и нет для нас границы. Это так интересно. А кто автор? Да, песня. Автор Олег Шуманов. Шумаров. Мы вдвоем. Да, это же он написал известный. Да, кстати, мы эту песню тоже собираемся с ней перепеть, мы вдвоем. Любовь, слушайте, спасибо большое. У нас на радио есть такая рубрика «Перепели». Вот мы, вы пускайте дуэт, мы обязательно возьмем ваш дуэт с Наргиз и посмотрим, кто победит. Мы берем два варианта одной известной песни и люди голосуют. Первую версию, вторую, да? Да, да. Ну, класс. Я думаю, что мы победим. Я даже не сомневаюсь. А иначе я бы не бралась. Иначе не бралась бы за это. Так, люди спрашивают, а где Шарпей? Я даже знаю, как его зовут. Вот его зовут, сейчас я скажу, я готовилась, Фрэнки Джун. 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 Где он? Сейчас. Он так скучал, потому что я, когда давала интервью для Майорова, мы на террасе это делали, и Джун так хотел ко мне прийти, через стекло меня видел. Ну, мы боялись, что начнет лаять. Короче, и он меня потерял на полчаса. Сейчас его найдут, он очень меня любит. это мой хвостик, он за мной бежит, он будет спать и увидит в этот момент, что я встала и с кухни пошла в спальню. Он проснулся моментально, сразу бежит за мной. Вот он маленький мой, вот он маленький. Ой, ну вот мы. Давайте нам в эфир. Фрэнки, привет! Привет! У нас сегодня эфир состоит из эксклюзива. Спасибо вам большое, Фрэнки, молодец! Народ тут такие вопросы задает, Любовь, я прямо даже не знаю озвучивать вам, как вам Вобла Астраханская? Не скучаете ли вы по... Что это? Может быть, я чего-то не знаю. Вобла Астраханская. А, Вобла Астраханская, там же Вобла, да? А я же должна... У меня тур был по Волге, принеслось. Да. Да. Астрахани, Волг, да. Кстати, вот много было вопросов, что с концертами, может быть, мы сейчас воспользуемся моментом и объявим людям, вот те концерты, которые по уважительной причине были перенесены, и известны даты, где их можно найти? Пока очень тяжело говорить о датах, примерно они там передвинулись, и зависит от того, когда это закончится. Пока у меня гастроли по Израилю, гастроли по Волге, Казахстан, это все перенеслось, также такие все остальные мероприятия, как типа вот та же жара, к которой я очень готовлюсь. Мы записали дуэт с Брэндоном Стоуном, песню, назвали ее «Москва-Баку». Это уже новый дуэт. Я помню, у вас ваш предыдущий дуэт мы презентовали в прямом эфире, это же не первая ваша совместная песня, да, с Брэндоном? Да. Да, дело в том, что это и не последняя, я не последняя, потому что у меня настолько с ними хорошо, легко работать. И потом у меня сейчас я, у меня проект, я занимаюсь потрясающим певцом, он тоже бывший, значит, участник проекта «Голос», значит, Леванг Белошвили, потрясающий певец-музыкант, он работает у меня в концертах, его настолько публика принимает, что я понимаю, что это человек, даже сегодня не раскручен, еще нет имени такого, да, большого, но он уже рвет залы. Но грузины, они поющие народы, там, природа, да плюс... Грузины, евреи, украинцы, армяне, азербайджанцы, понимаете, это поющие, белорусы, я вообще с Украины, но еще и еврейка, поэтому... О, горячая смесь, горячая смесь, кровь... Когда мама у меня русская, папа еврей, ну, мне не помешало стать певицей, то есть у меня папа хотел, чтобы я была певицей, мой папа только и верил. У меня, когда мне было 5 лет, приезжали, значит, родственники из Москвы, у меня был дядя, он был главный, ну, директор оркестра Эдди Рознера, такой был знаменитый оркестр джазовый, значит, он был трубач, Эдди Рознер, вот, и дядя мой был директором, сам был музыкантом, когда я пела в 5 лет, дядя приезжал в Москвы, папа говорит, а ну, дочь, а спой, я садилась за фно и пела песни, и дядя говорит, а у меня всегда был голос такой, ну, не формат, да, для советского времени, то есть пела так, как только я могу одна петь, и дядя говорил, перестаньте издеваться над ребенком, какая она певица, дайте инженера, бухгалтер, кто угодно, но только не певица, а мой папа говорил, моя доченька будет звездой. звездой. Давайте вспомним папу по имени-отчеству. Залман Филиппович. Залман Филиппович. Залман Филиппович. Да, я говорю, вот так. Он играл на скрипку, но все равно. Папа хотел, чтобы я научилась на скрипке тоже. Но, в общем-то, я не знаю, почему я села за боям, полюбила этот инструмент, но все равно они хотели, чтобы я была дирижером какого-нибудь народного хора. Вообще-таки для евреев не очень адекватные желания, но есть судьба, и Бог мне дал голос, и дал возможность петь. Давайте я для тех, кто слушает и смотрит нас в прямом эфире, сообщу, что мы сейчас с Любовью Успенской обсуждаем как жизнь, как настроение. Это прямой эфир, это Картин ТВ, друзья, вы пишете, и вас много, и это здорово. А я без вашей картины ТВ не выезжаю из дома, всегда со мной. Это самый главный момент. Это классно. Куда бы вы ни поехали, вы с нами, да? Что-то зависает. Я правильно вас поняла? Ой. Что? Так. Связь, связь, что у нас? Я вас прекрасно вижу. Я тоже. Ну, давайте тогда, смотрите, тут идут комплименты уже из Грузии, видите, услышали грузины. Вам приветы передаю. Грузины сегодня у меня окружают со всех сторон. И мой певец, Леван Геллашвили, и друзья, и вот мой близкий друг, который родился в Белиси, сейчас находится у меня дома. И, очень, не знаю, меня с Грузией очень много связано, и музыку, сейчас слушаю грузинскую, я таких певцов нашла, такую музыку нашла. Это кайф, такой кайф, такие музыкальные. А кто вы по национальности? Я украинка. И? Да. А из какого города? У меня мама из Одессы, папа из Винницы. У меня моя бабушка родилась в Винницкой области. Да? Ну, вот мы как-то, по родителям, получается, мы немножечко земляки с вами. Папа родился в Одессе. А у меня мама в Одессе. Я свое детство на Черном море провела. Было время. Есть что вспомнить. Ой, я в Одессе. Это было самое счастливое детство, потому что моя бабушка, прабабушка, у нее родной брат жил в Одессе, на улице Остробинова, 43. И мы приезжали в Одессу, каждое лето жили. Я знаю такие улицы, которые не все одесситы знают. Потому что, когда меня спрашивают, на какой улице, я говорю, вот скажите, улица Ковалевского, как раньше называлась? И никто не дает ответ, потому что она называлась Пишоновской. Так. Ну я знаю ответ, люди не знают. Говорят, ну как, Ковалевского? Я говорю, нет, она раньше называлась Пишоновской. Вот видите. Да, я знаю вообще Одессу, я когда приезжаю, настолько для меня этот город родной. Потому что именно в детстве там было так хорошо. Там такие красивые мальчики были. Я так влюблялась в Одессу. Любовь, извините, пожалуйста, но это не я. Это вопросы пишут, вот слушают ваши рассуждения про Одессу. И говорят, а где бы вы, извините за этот вопрос, я прямо, мне неловко, но я его задам, ваш журналист. Где бы вы хотели найти последнее пристанище? Народ интересуется, вы представляете? Ой, какое пристанище? Конечно, здесь вот, в моем доме, где я живу, на новой линии. На новой линии. Мне так здесь хорошо, уютно, и никуда больше не двигаюсь. Потому что я пережила эмиграцию, переезжала с Нью-Йорка в Лос-Анджелес, потом в Москву. И, конечно, сегодня я уже никуда не двинусь, потому что мне уже надо не думать о передвижении, а думать, что сделать новое, интересное в музыке, что-то. У меня уже на это время нет. И это очень сложно. Сегодня переехать мне, это надо как-то, наверное, уже переезжать в другой дом. Это очень сложно. В квартире я жить не смогла бы. И, наверное, все-таки я бы хотела и умереть здесь, в России, хотя родина моя Украина. И просто мне здесь хорошо, и я здесь счастлива. не хочу на таком грустном заканчивать. Мы все-таки собрались по другому поводу, но люди интересуются, люди имеют право ваши поклонники знать. Тут и Одесситы, и Израиль уже подключился к нашему эфиру. Больше 600 человек, 600 человек, я уже заговариваюсь, прошу прощения. Все спрашивают про дочь. Давайте хотя бы коротко, как вы считаете, ответьте, где она, как у нее дела, в курсе ли вы, что происходит, и мы, собственно, перейдем к завершению. Моя дочь находится сейчас в Америке, в Лос-Анджелесе с папой. Мы не общаемся. Но вы в курсе ее жизни, ее события, что происходит? Нет? Я не в курсе, нет, не в курсе, потому что для того, чтобы понять, что происходит с ней, как она живет и что с ней происходит. Для этого надо общаться. Мы с ней не общаемся, у нас сейчас все контакты прерваны. Я очень хочу, чтобы она была счастливой. Я очень хочу, чтобы она в жизни нашла свой путь. И пускай она даже не захочет меня видеть и знать, просто знать, что я ей хорошо стала счастлива. Для меня это будет уже успокоение. А вы бы хотели как-то по-другому, чтобы все было? Или все только от нее зависит? Или от вас? Как? От чего это зависит? Это зависит? Нет ни от кого, ни от нее, ни от меня. Я просто сегодня не хочу с ней общаться. И все, что я хочу, чтобы она пришла в себя и поняла, что она мне сделала очень глубокую рану. Она я никогда не ожидала, что она может вообще такое сделать матери, которая ее любила всем сердцем, которой для нее жила. Поэтому я не могу это предать и сопростить. Если только она будет счастлива и будет хорошо, может быть, мы когда-нибудь с ней и померимся. Но я не думаю, что когда-нибудь я смогу с ней быть в таких отношениях и таких, каких мы были раньше. Такого уже не может быть. Я хочу только одного, чтобы она очнулась, опомнилась и пришла в себя. Сейчас идут в ленте, я смотрю, слова поддержки ваш адрес. Если я наступила на больную мозоль, вы простите, пожалуйста. Ну и собственно, давайте все-таки скажем, что скоро лето, скоро мы надеемся, что все разрешится наилучшим для нас всех образом. Мы сможем встречаться не в прямом эфире, не виртуально, а на живых концертах. Любовь работает над новыми песнями, любовь работает над новыми дуэтами. И совсем скоро, пусть не в мае месте, как мы планировали раньше, а в октябре в Дюссельдорфе, в Германии состоится первый, не первый, но состоится большой такой первый фестиваль жара, что это я не то говорю, первый большой фестиваль жара, и любовь обязательно будет одним из главных гостей, гостей этого фестиваля. Я обязательно приеду, дайте только дату, дайте дату, когда выезжать, когда собирать вечер. 24 октября, 24 октября уже... Дай Бог, чтобы эта дата не поменялась, дай Бог, чтобы ничего сегодня не изменилось, и все планы, намеченные даты, чтобы они все состоялись. Пишут люди, улыбайтесь, вы лучшие, мы вас любим, привет из Оренбурга, так, не плачьте, все пройдет, все будет хорошо, пишет Ирина. Что еще пишет? А можно автограф на жаре спрашивать, фан-клуб, радиокартинка? Конечно, я не гордая, я всегда дам автограф, не сфотографируюсь, я всегда очень, очень с уважением отношусь к моим зрителям, и всегда их никогда не разочаровываю, то есть я понимаю, что человек приехал, хочет увидеть, для него это счастье, запомниться, может быть, надолго, как же можно человеку, который ждал момента этого, сказать, нет, я не пойду, я не буду, это не я. Это правильно, это чувствуется, это чувствуется на расстоянии, это чувствуется в песнях, это чувствуется в том, как артисты выкладываются на сцене, это чувствуется даже в мелочах, вот смотрите, вы уделили нам столько времени, я могу сказать, что мы начинали совсем, 300 человек нас слушало, теперь у нас уже почти 900, для прямых эфиров это очень прекрасно, это все вы, это ваша душа, это ваша искренность, я вас благодарю за ответы, за участие, тут, слушайте, весь мир, и Дублин, и Россия, и Америка с нами, просто потрясающая география, это все вы. Спасибо большое, мне очень приятно, и спасибо всем тем, кто сегодня был с нами. Спасибо вам, до встречи в Дюссельдорфе, в Германии, на жаре, надеемся, что эта дата не поменяется, 24 октября, ССДОМ, все билеты, которые вы купили, друзья, на 31 мая, сохранять свою силу, до встречи, в Германии, любви вам, творческих успехов, и ждем новых песен, вы столько сегодня интересного нам рассказали, мы ждем новых песен. Обязательно, песни будут только новыми, песни классные. Спасибо, счастливо, до встречи, до встречи. До встречи. Ну что, друзья, любовь отключилась, и, наверное, мы будем отключаться, я благодарю всех за вопросы, за участие, прошу прощения у тех, у кого не смогла прочитать, просто лента так быстро движется, вас так много, но я надеюсь, что ключевые вопросы, ключевые темы и жизни, и творческой, и личной, любовью мы смогли сегодня осветить. Спасибо вам большое, если есть желание, оставляйте под постом свои отзывы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok